Доброе утро Калининград! Доброе утро! И инструктор-методист под активной физкультурой и спортом регионального спортивного клуба инвалидов Александра Подойникова. Доброе утро! Так, девушки, сразу же переходим к той теме, которую я анонсировал. Был выезд в Дубай, довольно успешный, удалось выиграть две бронзовые награды. Как это было первое впечатление? Сложно, как всегда сложно. С точки зрения какой? Может быть там было очень жарко, может быть соперники были серьезные? Соперники были серьезные довольно. Жарко, ну не настолько жарко, старты были вечером, поэтому было хорошо. Ну а общий там градус какой был? Ну так, для сравнения, сейчас в Калининграде там, скажем, около семи. От 20 до 25. Жарый. Вопрос к тренеру. Вообще впечатление от Арабских Эмиратов, может быть с точки зрения какой-то житейской истории, что по нашей информации там женщина не просто? Нет, все просто, все довольно просто. Это все сказки. Я теперь всем рассказываю, что это все ерунда. Это как в Москве медведи не ходят по улицам, так и женщины не забирают в Арабских Эмиратах. Все нормально, довольно комфортно. Никто на нас пальцами там не тыкал и в Паранжене заставляли ходить. То есть, ну, местные соблюдают свои обычаи, никого туристов не принуждают, не заставляют. То есть мы ели обычную европейскую еду, жили в довольно комфортабельном отеле, то есть европейского типа, класса. Вот, прием был шикарный, ну, то есть организация самих соревнований и доставка к месту, то есть, ну, все, все было на высшем уровне. То есть из всех соревнований, на которых мы были, российские, вот в Германии мы были в прошлом году, это вообще самый шикарный прием был. И, то есть мы не почувствовали, что это арабская страна, там, и что какие-то претензии там к женщинам. Это хорошо. Вопрос опять к Маше, собственно говоря, бег на 200-400 метров. Во-первых, почему такие именно дистанции и как получилось там? Они сложные, поэтому мы бегаем 200-400. Мы не беремся за легкое. Это неинтересно. Не ищем за легких путей. Я понял. Ну, как результат именно в Дубае? То есть это хороший результат или чувствовалось, что где-то еще есть запас сил? Запас есть. Думаю, что большой. Просто это не спланированный старт, конец сезона. Это было очень тяжело. Но выжать из себя самое последнее. Поэтому было очень тяжело. Два-третьих результата и мог быть еще призовой результат в беге на 100 метров, незапланированном. Как-то получилось, что на ту дистанцию, на которую не было задачи, поставили? Ну, все случайно. Мы же готовимся параллельно ко всем дистанциям. Ну, и реально пришлось себя придерживать, чтобы оставить силу, пробегая 100 метровку, на которой, казалось бы, нужно раз! И ты уже на финише. Да, пришлось попридержать себя, чтобы не соперничать. Ну, вышло все очень даже хорошо. Легко, свободно. Как соперницы вообще? С кем приходится там взаимодействовать на таком уровне? Это третий по счету мировой старт. Даже не по счету, а по статусу. Мне кажется, со всеми теми же спортсменами, с которыми мы увидимся на России, с которыми мы увиделись в Берлине, спортсмены те же. В тройке есть, например, китаянка. Насколько вообще китайские спортсмены там доминируют или так вообще? Я первый раз столкнулась с китаянкой. Для меня был немножко шок, что Китай так бегает. Я не смотрю просто новостей. Вот. Ну, интересно было вообще, в принципе, смотреть на других спортсменов. На технику, на физическую подготовку. Вот. Такие же спортсмены, как и мы. Я понял. Вопрос тренеру, каково, находясь там и вообще, в принципе, на любом соревновании, наблюдать за своей подопечной, может быть, хочется со мной на дорожку-то выйти? У меня все время руки так трясутся. Я не могу, я никогда не могу снять видео, потому что я переживаю. Мне кажется, я все три дня бегала с ней. Ну, это постоянно. Я с чемпионата России приезжаю, выжатая, как лимон. То есть я все время с ней на дорожке там. Я все время переживаю. Я в гостиницу прихожу, не могу заснуть. То есть, ну, я переживаю точно так же, как и она. То есть, мне кажется, я даже иногда побольше. Но я паники навожу лишние. Не могу в этой связи не спросить спортсмена. Собственно говоря, какова жизнь профессионала? Вот кажется, что, с одной стороны, это вот красиво все, выезды в Берлин, в Дубай, но режим и так далее. Каково? Это тяжело, это образ жизни. Но я этот образ жизни выбирала сама. Поэтому, в принципе, я уже подпривыкла. Было также в карьере и проба силы в адаптивной академической гребле. Ну, это было начало, да. Это было начало. Я там, ну, командный спорт. Я не командный. С бацем. Абсолютно, да. Вот. А легкая атлетика была как подготовка, физическая подготовка к адаптивной гребле. Вот так легкая атлетика началась. И я поняла, что у меня это больше по душе. Но на воду не тянет, там все-таки романтика, там, река, там, то есть... Без слов. Да. Если бы можно было бы сесть в лодку одной, я бы с удовольствием сплавала бы. Окей. Вопрос на перспективу, да. Сейчас, собственно говоря, год олимпийский, паралимпийский. И есть серьезные шансы туда попасть. Какие вообще шансы попасть у Марии Чикиной на паралимпийские игры? Ну, шансы один на миллион, как у всех. То есть, ну, спорт – это дело такое непредсказуемое. Мы не можем. Мы мечтаем, мы хотим. Вот. У нас есть мечты. То есть, все получилось спонтанно, на самом деле. То есть, мы поехали на чемпионат России. Вот. И как-то так вдруг получилось, что мы все одновременно подумали, что почему бы не попробовать использовать шанс. Вот. Но на самом деле это не так легко. Все об этом мечтают, все хотят. Мы будем стараться, будем пробовать. Нам нужно попасть в рейтинг, в мировой. Сейчас мы на шестом месте. После этих соревнований, после чемпионата России, мы никуда не сдвинулись, не упали вниз, не попали наверх. Вот. Но заключительная черта – это чемпионат России в Чебоксарах. И там мы будем делать по максимуму все. То есть, у нас есть три месяца. Держите за нас кулачки. Это обязательно. Мы будем очень стараться попасть сюда. Если на чемпионате России мы обгоним нашу основную соперницу, то у нас есть шанс поехать в Рио на Пару Олимпиады. Если не получится ее обогнать, то, к сожалению, мы останемся. Будем выезжать в ближайшие четыре года на мир, Европу и готовиться к следующей Олимпиаде. То есть, план долгоидущий. А сам рейтинг, он насколько обширный вообще, если выбрать? Да, обширный рейтинг. И на 200, и на 400, и на 100. То есть, 20 девочек – это 100%. Вот. И 58-56 секунд на 400 метров. 26-25 секунд на 200 метров. То есть, нужно бежать. А для сравнения, как вот сейчас? Ну, получается, чтобы быть в тройке или в пятерке, ей нужно бежать минуту и из минуты. 400? Да, 400. Это, ну, для сравнения, если мы бежали 1-0-2, мы в шестерке. 1-0-0 – это уже тройка. Вот так. То есть, секунда, но секунда, ее нужно грызть зубами. Напоследок, совет от действующего спортсмена, который не сидит дома, не жалуется на судьбу, а делает очень многое для себя и для страны в целом. Вот пару слов нашим зрителям просто вот от души. Зачем это все нужно и что это дает? Активная жизнь всегда хорошо. Спорт – это здоровье. Образ жизни спортсмена – это 10 раз здоровье. Ну, всем по желанию, всем по нравам, по душе. То есть, кто, что хочет, кто-то это делает, да? Да, лучше по душе жить. Ну, теперь вы понимаете, дорогие друзья, что лучше жить не только по душе, но и стараться стремиться к каким-то новым высотам. И у нас есть люди в Калининградской области, которые могут поехать в самое ближайшее время на соревнования, выше которых нет ничего на этой планете. Итак, сегодня с нами были представительницы нелегкой, но на самом деле легкой атлетики, двукратный бронзовый призер Гран-при в Объединенных Арабских Эмиратах Мария Чикина и ее наставник, инструктор-методист по адаптивности в физкультуре и спорту регионального спортивного клуба инвалидов Александр Подойников. Вот я все титулы практически прочитал, может быть, скоро будут еще и новые. Мы также приглашаем вас смотреть обязательно рубрику «Четвертая четверть по четвергам», смотреть передачу «Спорт для всех», которая сегодня также в четверг выходит 21.30 на нашем телеканале. Ну и в новостях Никита Обревко обязательно расскажет вам о всем самом интересном в мире спорта. До новых встреч!